Всем привет! Меня зовут Маша. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня хочу рассказать вам о своих кистях, а точнее о моем заказе сайта iHerb. Это кисточки от Real Techniques. Я заказала их уже где-то полтора месяца назад, поэтому я могу вам высказать свое субъективное мнение, посоветовать или не посоветовать. В общем-то, если вы уже давно приглядываетесь к кистям подобного плана, то оставайтесь со мной. Про них подробно расскажу дальше. Кисти от Real Techniques привлекают своей, во-первых, ценой. И их советуют очень многие. И блогеры, и визажисты. И, естественно, ты волей-неволей обращаешь на них внимание. И они меня, собственно, заинтересовали, как раз-таки потому, что стоят они достаточно бюджетно. Мне сравнивать особо не с чем. Просто, чтобы вы понимали, потому что до этого кисточки, которые у меня были, это кисти от Rivgosh, которые я когда-то покупала, они были в наборах. От Reflame, Mary Kay и еще какие-то, в общем-то... А, еще кисточки, которые я заказывала когда-то с Алиэкспресса. Ну, пару кистей. Поэтому, в общем-то, мое все сравнение строится как раз-таки на сравнении с данными кистями. Я решила не останавливаться на одной кисточке, на двух, а взять сразу два набора и одну кисточку самостоятельную, в общем-то, которая не шла в наборе, и с нее и начну. Это вот такая вот кисточка. Она конусная, немножечко сужается к концу. Данная кисточка предназначена для нанесения румян. Она очень мягкая. И, кстати, все кисточки от Real Techniques, они достаточно мягкие. Они плотно набиты, и они не оставляют, ну, в общем-то, на лице после себя ничего. То есть никаких ворсинок. Это большой плюс. Я пробовала использовать эту кисточку для нанесения румян, но мне все-таки не хватает цвета, потому что эта кисточка все-таки предназначена для более, мне кажется, пигментированных румян, для каких-то рассыпчатых. Вот румяна, которые запеченные, она плоховато передает цвет, ну, по крайней мере, для меня. Мне этого мало. Потом я приспособила эту кисточку для нанесения рассыпчатой пудры. Хорошо набирает продукт. Естественно, ну, рассыпчатую пудру я всегда страхиваю. И она очень классно ее распределяет по лицу. И она заходит во все, скажем так, уголки, принимает форму вашего лица. В использовании данной кисточки, как бы, она доставляет удовольствие какое-то, потому что она безумно мягкая, она безумно шелковистая. И она как раз-таки наносит пудру тоненьким слоем. Она хорошо растушевывает продукт. То есть это та кисточка, по моему мнению, которая как раз-таки нужна для рассыпчатой текстуры, для рассыпчатой пудры, чтобы нанести тонким слоем, нанести ее аккуратно, деликатно. И, в общем-то, ее я могу вам советовать. Дальше я вам расскажу уже о двух наборах. Кстати, они мне все пришли вот в таких вот чехлах, за исключением одной вот этой кисточки. Здесь сами кисточки были вот в этих луночках. И вот так вот он закрывается. Начну с первого набора. Эти кисточки идут вот в оранжевом цвете. Они предназначены для нанесения баз. То есть для пудры, для тонального, для корректоров. Первая кисть, это кисть вот такой вот формы. Она тоже очень плотно набита. Со временем она у меня стала еще более сплюснута вот в этом месте. Предназначена для нанесения пудры. Но она очень плотно набита. Она небольшого размера. И мне лично неудобно наносить этой кисточкой пудру на лицо вообще. То есть это вот примерно, ну как бы она не так хорошо распределяет пудру по лицу, как вот эта. Эта же кисточка ей неудобна. Во-первых, она и небольшого размера. Больше времени все-таки нужно потратить на то, чтобы нанести пудру данной кистью. И сейчас я ее использую для румяна. Она как раз-таки набирает то количество румян, которое мне необходимо. Она хорошо их растушевывает, никаких пятен не оставляет. То есть тушует все так, как надо, в ноль, в общем-то. И ей очень удобно. То есть я улыбаюсь, набрала румян и распределяю, то есть вот такими вот круговыми движениями кверху. Кто-то, по-моему, писал и говорил о том, что эту кисточку можно использовать и для тонального средства. Я пробовала, мне не понравилось. Очень сильно полосит. Дальше с этого набора вот такая вот кисточка. Она уже, ну, вот если сравнить, да, размерами, она уже чуть поменьше. И она тоже такую конусную форму имеет и очень приятная на ощупь. Многие девочки используют данную кисточку для закрепления пудрой консилера под глаза. Эту кисточку я использую для нанесения хайлайтера. Просто распределяю хайлайтер вот в этой области на носик, на немножко на подбородок, над губой. Как раз-таки для хайлайтера идеально подходит. Вот я пробовала использовать ее для нанесения бронзера. Я предпочитаю больше скошенную кисточку, которая у меня есть. Она поплотнее и она более, скажем так, хорошенечко растушевывает скульптор до того состояния, которое мне нужно. Дальше кисточка вот такая. Предназначена, как мне кажется, для нанесения корректора под глаза. Я ее вообще не использую. Она, хоть и плотно набита, но она гнется просто во все стороны. Она длинная. Если бы она была бы покороче такой формы, она была бы идеальна. Но ей неудобно вообще никак использовать и растушевывать корректор под глазами. Потому что она его просто размазывает. Она его полосит. Ей неудобно растушевывать и растушевать в ноль. Корректор просто невозможен. Последняя кисточка с данного набора это вот такая вот малюточка. Она предназначена как раз таки для нанесения консилера. Для нанесения именно точечно. То есть, когда у вас есть какие-то прыщики, что-то вам нужно замазать. Наношу корректор и вот так вот его вбиваю. Я эту кисточку, если честно, использую редко, потому что у меня консилер, который у меня есть, он со спонжиком. И мне проще нанести спонжик на ту зону, которую мне нужно замаскировать и пальцем просто вбить. Следующий набор это уже набор кистей для нанесения теней. Это вот фиолетовый цвет. Виновница всего моего заказа кисть от Realty Kniss. Она предназначена как раз таки для растушевки теней. Для меня она идеальна. При использовании данной кисти можно полностью себе сделать макияж. Потому что она очень удобна. Ей удобно и тушевать. То есть, она тушует очень деликатно. Растушует даже самые трудные, скажем так, тени. Она мне очень понравилась. Она очень мягкая. Никаких неприятных ощущений. Несмотря на то, что она синтетическая, на глазах как бы я не испытываю. То есть, этой синтетики как раз таки ее не чувствуется. Возможно, за счет какого-то, ну, в общем-то, качественно синтетического материала. Возможно, за счет того, что эти кисточки как-то очень правильно подстрижены. Следующая кисточка, она уже более такая плотно набитая, более пушистая. Кисточка бочонок, я бы так сказала. Ее я использую для нанесения теней на все веко. Ну, то есть, в общем-то, когда мне нужно нанести белые тени как база. Она большая. Она сразу покрывает, скажем так, большую поверхность глаза. Хорошо также можно ей растушевать, если что-то нужно. Конечно, следующая кисточка, это вот такая вот скошенная кисточка. Она предназначена для бровей. Больше набита, чем все остальные кисточки, например, которые у меня есть для бровей. Очень реденькие брови сейчас стали, поэтому мне нужно, сейчас я пользуюсь тенями для бровей, мне нужно намного больше как бы пигмента, да, намного больше бровей своих закрасить. И поэтому эта кисточка сейчас для меня просто must-have. Я, если честно, когда ее получила из-за отзывов, ее не использовала для бровей. А потом, когда попробовала, подумала, блин, что же я так долго эту кисточку держала в закромах. И осталось две кисточки тонюсенькие. Одна из них вот такая вот кисточка. Ей удобно прорисовывать как раз-таки нижний край, где-то вот в области, да, когда нужно хайлайтер нанести, под бровь. Какие-то маленькие границы. Также, кстати, ей удобно очень прорисовывать вот этот уголочек. И последняя кисть, которая шла в этом наборе, это вот такая вот кисточка. Она предназначена для нанесения подводки. Но, честно, я не использую подводки, жидкие подводки. И эту кисточку я также не использую. Ну и в заключении, что я могу сказать об этих кистях. Эти кисти очень бюджетные. Если у вас нету мега профессиональных кистей, то они вам понравятся. Если у вас, в принципе, нету нормальных кистей, они вам 100% понравятся. Возможно, полноценные наборы вам не так сильно понравятся, как отдельные кисти из этих наборов. Но, опять же, говорю за себя. Что касается данного набора, возможно, есть смысл заказать кисточки по отдельности. Вложиться в набор для теней я бы, наверное, посоветовала. Тем более, сейчас они стоят бюджетнее. Я покупала их где-то за 1200, наверное. Плюс там какие-то еще скидки мне были за доставку. Сейчас этот набор стоит 900 с чем-то рублей на iHerb. К сравнению, в подружке такой набор стоит 1800 с копейками. Вот и все. Это было чисто мое такое субъективное мнение. Надеюсь, что мой обзор вам был полезен. И вы какой-то вывод сделали для себя об этих кистях. Если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч.